Hi, my friends. We continue our playlist. Let's translate. Я вижу дом. I see дом, a house. I see a house. Дом, такой большой. The house, такой большой, is so big. I see a house. The house is so big. Мы не хотим это. Мы не хотим. We don't want. Это it. We don't want it. Я хочу понимать тебя. Я хочу. I want. Понимать тебя. To understand you. I want. To understand you. Я хочу смотреть эти видео. Я хочу. I want. Смотреть. To watch. Эти видео. These videos. I want to watch. These videos. У него очень хорошие результаты. У него. He has. Очень хорошие результаты. Very good results. He has very good results. Я читаю английские книги. Я читаю. I read. Английские книги. English books. I read English books. Мы так счастливы. Мы. We are. Так счастливы. We are so happy. Я действительно хочу улучшить свой английский. Я действительно хочу. I really want. Улучшить. To improve. Свой английский. My English. I really want. To improve my English. Я хочу говорить по-английски. Без ошибок. Я хочу. I want. Говорить по-английски. To speak English. Без ошибок. Without mistakes. I want to speak English. Without mistakes. Моя мотивация очень большая. Моя мотивация. My motivation. Очень большая. Is very big. My motivation. Is very big. I see a house. The house is so big. We don't want it. I want to understand you. I want to watch these videos. He has very good results. I read English books. We are so happy. I really want. To improve my English. I want to speak English. I want to speak English. Without mistakes. My motivation. Is very big. И так далее. Продолжаем. А что далее? Это конец контрольной работы. Здесь тысяча предложений. На самом деле больше, чем тысяча. Потому что у нас иногда было по два предложения. Но что касается нумерации, то тысяча. Значит, друзья мои, обязательно пишите о ваших результатах, впечатлениях, успехах. Я думаю, это всем очень интересно. И далее я хотел бы ответить на некоторые ваши комментарии, чтобы подвести итоги. Я отобрал некоторые комментарии, и как раз этому уделим время. Как раз вы отдохнете, потому что действительно вы очень сильно уже потрудились. Итак, вы можете нам рассказать, чем уровень 2, 3, 4 будет отличаться от уровня 1. Интересно вас послушать. Значит, наша цель действительно пока скорее закончить уровень 1. И также поработать с лексикой в разговорном английском языке. Планируем также курс. Что касается уровня 2, то, конечно, будут сложнее слова. То есть, на самом деле, частая проблема – это слова. Нам нужны другие слова. Но здесь у нас с вами слова достаточно ограничены, потому что если думать и о словах, и о грамматике, ничего не получится. Нужно начать тренировать грамматику. Далее нам нужно больше слов, и, конечно, некоторые новые конструкции, времена и грамматические тонкости. Как же без этого? Поэтому грамматика плюс лексика плюс также темп подачи информации. Если вспомните, наши первые уроки было очень медленно, сейчас быстрее, нужно повышать темп. Рекомендую вам слушать как фон, плейлист и привыкать к этому. Далее. «Александр, спасибо большое за прекрасные уроки. Я успеваю быстрее вас перевести предложение на английский. А когда вы читаете эти же предложения подряд на английском, я торможу. Не могу сходу уловить смысл. Что со мной не так?» Значит, это говорит о том, что слабо развит навык аудирования. У меня, на самом деле, тоже раньше такое было. Я мог говорить что угодно, как угодно, знал много слов. Но когда понимать, даже какие-то простые вещи не мог и терялся. Значит, нужно развивать этот навык. Этот навык. Смотреть и слушать, смотреть и слушать. Много-много-много простых предложений. Это делать нужно не 10 минут в день, а больше. И вообще, в свободное время слушать именно как фон. То есть, в идеале, занимаясь какими-то своими делами, например, я делаю какую-то работу на компьютере, вот у меня этот плейлист как фон. Я должен понимать, даже без концентрации. Вот я делаю что-то, проверяю почту, пишу письмо, неважно. Плейлист играет. Я должен понимать этот плейлист. Вы скажете, как это возможно? Тогда у меня к вам встречный вопрос. Но ведь, допустим, если кто-то делает какие-то дела, он слушает песни, музыку, он же успевает понимать слова на своем родном языке. Вот в идеале нужно понимать на английском. Это означает, что вы достигли уже некоторого успеха, некоторого совершенства. Потому что песни понимать сложнее. А здесь материал достаточно несложный, поэтому вот к этому нужно стремиться. Именно прорабатывать много, смотреть и далее просто как фоном слушать. Далее. Спасибо вам большое еще раз. С каждой контрольной чувствую себя все увереннее. Пишу в тетрадь, перевод на слух, а потом все проверяю. Хороший темп, успеваю все записать, почти не задумываясь. Бывают погрешности иногда, но я же могу писать правильно все слова на английском языке. Это для меня небывало достижение за всю мою долгую жизнь. Живу в английском, он мне снится. Лжи спать, включая свет и пытаясь о себе составить рассказ. Получается все быстрее. Контрольное интересное, что надо. Шлифуешь свой английский просто. Я вас обожаю. Друзья мои, я тоже вас очень всех сильно люблю. Желаю вам только добра и всего хорошего. И, конечно, видите, можно учить английский 10 лет. Например, как часто бывает, 2 или 3 раза в неделю по часу. А можно учить английский месяц-два, но в режиме интенсива. Интенсива, когда вы занимаетесь им не один раз в день, может, несколько раз в день. Вот полноценно. Это, на мой взгляд, гораздо эффективнее. Я тоже изучал долго, с переменной успехом. А когда погрузился именно сам целиком именно в английский язык, сразу пришел прогресс. Конечно, очень полезно, что все записываете. Все это так и есть. И отличная, действительно, мысль – составлять какие-то предложения, проявлять творчество о себе и переводить свои мысли также на английский язык. Честно, вы думаете, например, о своих планах. Вы можете это сказать на английском языке, тренироваться. Почему нет? Потому что часто нас окружают люди или какие-то дела. Вы можете делать это про себя. Это хорошая практика. Далее. Честно сказать, сначала скептически относилась к вашим урокам, но все равно решила пройти начальный курс, хотя свой уровень считаю средним. Некоторые вещи действительно стали более понятны. То, что раньше приходилось тупо запоминать, сейчас используя сознательно. Когда смотришь ваши уроки, идут ставки рекламы на английском языке. Раньше приходилось делать усилия, чтобы понять ее. Теперь я с удивлением не обнаружила, что когда в рекламе встречаются конструкции из ваших уроков, понимание становится моментальным. Спасибо за ваш труд. Вам спасибо. Действительно, может быть, есть такой элемент скептицизма. Когда думают, да-да-да, все легко, зачем нам это, это не нужно. И на самом деле, вот так же был вопрос, а вот как часто люди на среднем уровне делают ошибки? Значит, хочу вам сказать, исходя из своего достаточно большого опыта, что если мы рассматриваем уровень как раз с начального уровня до уровня чуть ниже среднего, то ошибок просто тьма. Ошибка на ошибке. И люди просто не понимают, они не знают, что они совершают такое огромное количество ошибок. Огромное просто количество. То есть, в каждом предложении буквально ошибка. Или же есть элемент неуверенности. То есть, может быть, правильно, может быть, неправильно. Что касается среднего уровня, то тоже много ошибок. На уровне intermediate очень много тоже ошибок. Значит, ошибки, конечно, не такие уже простые, но ошибки больше связаны с какими-то словами, оборотами, может, какие-то более сложные, грамматикой, с устойчивыми выражениями, но ошибок делается очень много. И, к сожалению, люди часто не осознают то, что они делают ошибки. Поэтому отлично, действительно, что удается разбираться и понимать, где у нас есть слабые места, и все с пониманием, все с пониманием. Если как раз нет понимания полноценного, это говорит о том, что это может быть не столь совершенно. То есть, когда понимание, это гораздо лучше. Зачем зубрить? Нужно понимать. Понимать, нужно пропускать это через ум, через сердце. А что касается примеров, действительно, да, примеры очень тщательно все подобраны. Опять же, был такой случай. Вот у меня один мой ученик, недавно совсем, может быть, полгода назад относительно, значит, показал, соответственно, список слов. Вот я нашел прекрасный список слов. Вот я его учу. Значит, там было где-то, может быть, две тысячи слов, или полторы, по-моему, тысячи слов, или две тысячи, около этой цифры. Я открыл этот список слов. Да, слова действительно полезные, но примеры. Какие же примеры? Как вы думаете, какие отличные примеры? Нет. Я сказал, какие ужасные примеры. Так никогда никто не говорит, так никогда никто не скажет. То есть, так просто не говорят. Это какие-то заумные фразы, которые никогда нигде не встречаются. Очень сложные слова, оторванные от жизни лексика. И такое, на самом деле, такая проблема есть. Потому что, как составляются эти примеры? Часто просто берут какое-то слово, находят в разных источниках. Но, что касается данного курса, я стараюсь эти примеры именно составлять сам, и как бы из своего опыта, и так далее. То есть, я не беру вот это, знаете, значит, копипаст. Мы скопировали и вставили. Да, так же бывает, что часто занимаются по каким-то книгам, но, исходя из своего собственного опыта, значит, я тоже пытался по некоторым книгам с учениками заниматься, но практика показала, что мне эти книги не совсем устраивали, то есть, не полностью устраивали, и учеников это не совсем устраивало. И гораздо было понятнее и лучше, когда я сам объяснял своими словами, мы просто разговаривали, общались, разбирая какие-то интересные темы, диалоги, грамматику. А вот чтобы такой вот книги вот меня полностью устраивало, такой книги не было, и поэтому мне, сказать, я хотел создать именно, соответственно, этот курс, чтобы он меня устраивал, действительно устраивал, и, конечно, был эффективен. Далее. Подскажите, пожалуйста, когда можно начинать слушать разговорные с нуля? Пока пройдены шесть уроков с нуля до автоматизма. Спасибо большое. I want to know English very well. Значит, действительно, у нас есть курс «Реальный разговорный английский язык с нуля». Реальный. Вы слушать можете, опять же, когда угодно. Вот вы включили, делаете свои дела, и включаете как фон. То есть, вы можете сочетать. Значит, знаете, что еще интересно сделать? Вот, допустим, сейчас вот включили, послушали. Да, может быть, много непонятно. Занимайтесь дальше в режиме интенсива. Там, прошла неделя, две недели. Вернулись. Послушали еще раз. О, а я понимаю больше слов, больше фраз. Это мотивация, это вам помогает, у вас вырастают крылья. Кстати, а как будет крылья на английском языке? Это будет... Значит, крыло будет... Уин? Уинкс. Уинкс. Видите? Оказывается, что, может быть, мы много слов не знаем и не можем вспомнить сразу. Поэтому, конечно, нужно повышать нам, нужно как раз в этих уровнях добавлять лексику и слова. Это я вот, может, хотел вот про это сказать. Далее, еще последний комментарий и некоторое еще дополнение будет. Значит, подобные контрольные отлично помогают запомнить как грамматику, так и слова. Гораздо эффективнее, чем зубрежка отдельных слов без понимания, как их применять. И отдельное изучение грамматики с десятком примеров. А тут как-то предложение за предложением приходит понимание, понемногу простейшие фразы предложения. Уже нет необходимости переводить. Просто читаешь и понимаешь, о чем речь. Действительно, когда, например, я слышу, например, выражение, знаю, he has a car. He has a car. То есть, я лично не перевожу, что у него есть машина. То есть, у меня же сигнал he has a car. Мне не нужно переводить. Я уже знаю, что это есть машина, что означает это. То же самое, когда я говорю по-английски, значит, я по возможности тоже строю предложение сразу на английском языке. То есть, начинается все с этого. Мы привыкаем, а потом уже сами начинаем думать на английском языке, что тоже очень важно. И в заключение хочется еще сказать, что часто эти ошибки повторяются снова и снова. Спасибо вам за ваши комментарии. Вот, наверное, часто такие комментарии. я перехожу к следующему видео. Такие комментарии. Я перехожу. I go к to предлог направления к следующему видео. Next video. И все время повторяется этот оборот. Next video. Next video. Мы говорим, да, все прекрасно. Можем выразить мысль, но правильнее ли это грамматически? Смотрите. Если просто дальше, это просто next. Next. Если в следующем чем-то, наверное, в следующем видео, уроке, нужно ставить there, потому что конкретно. Тоже запомнить. I go to the next video. К следующему уроку. I go to the next соответственно уроку lesson. Например, я увижу это в следующем видео. Я увижу это. I'll see it. В следующем видео. В. In. Опять же, в следующем чем-то. Это the. In the next. In the next video. В следующем уроке. In the next lesson. Например, я хочу вам сказать. Ты увидишь это в следующем примере. You'll see it. В следующем. То есть, который будет дальше. In the next example. Или я могу сказать, чтобы увидеть это в следующем уровне. В следующем уровне. Получается, in the next level. In the next level. В следующем уровне. В следующем примере. Итак. Next. I go to the next video. Lesson. I'll see it in the next video. Lesson. You'll see it in the next example. In the next level. Друзья мои, я желаю вам отличного повторения. Еще может быть такое полезное упражнение. Проделать контрольное еще раз. Посмотреть и верить успехи. И еще больше практики в самих уроках. То есть, у нас с вами в контрольной тысяче. На самом деле, видите, тысячи предложений. Но в уроках еще больше предложений. Вы можете еще раз все прослушать и довести все до полного автоматизма. Чего я вам и желаю. Thank you, my friends. We continue our playlist.